МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире спортивный регион и вот о чём расскажем сегодня. Художественная гимнастика. Это пот, слёзы и огромный труд, но зрители видят только красоту и изящество. И это здорово. А судьи кто? Этот вопрос стал совсем не риторическим по итогам поединка Александра Шлеменко с Гегардом Мусаси. У нашего земляка украли победу. Есть клюшки, булиты и тайм-ауты, великолепная пятёрка и вратарь. Три периода по 20 минут. Думаете, это хоккей? И да, и нет. Знакомьтесь, это флорбол. Подробнее об этом и не только в ближайшие 20 минут, но начнём мы с ленты новостей. Первенство России по ММА впервые в истории проводилось для бойцов в возрасте 14-15 лет. Участниками соревнований в Уфе стали более сотни ребят из 26 регионов страны. Омскую область представляли шесть бойцов, которым секундировал вице-президент Союза ММА России, старший тренер сборной нашей страны, а мич Андрей Терентьев. По его оценке, омские ребята выступили даже сильнее, чем ожидалось. У нас два золота, серебро и две бронзы. В сумме это обеспечило мячам третье место в командном зачете первенства, и ребята смогли получить награды из рук самого легендарного Фёдора Емельяненко. На льду конькобежного центра Коломна лучшие скороходы страны соревновались в рамках первого этапа Кубка России. Товичка Ольга Граф начала олимпийский сезон с победы. В подмосковной Коломне омская конькобежка выиграла коронные 3000 метров, на которых завоевала бронзу Олимпиады в Сочи в 2014 году. Первый международный старт этого сезона омичке предстоит с 10 по 12 ноября на этапе Кубка мира в голландском Херенгей. Когда на помост выходят стройные, гибкие, грациозные гимнастки, зрители замирают от восторга. Художественная гимнастика — это тандем искусства и спорта. Силы, выносливости и ловкости этих поистине спортивных качеств недостаточно для того, чтобы добиться головокружительных успехов. Каждый раз, выходя на ковер, перед гимнасткой стоит непростая задача — прожить этот номер снова и снова, слиться с музыкой воедино, продемонстрировать красивые движения и изысканно легкие прыжки, безошибочно выполнить все броски, ну и, конечно же, не скрывать своих эмоций. Надо чаще улыбаться, то есть эмоции показывать. Сейчас вступили новые правила, то что если не будет эмоций, особенно под музыку, например, артистичную, то снижать баллы. Во время выступлений на чемпионате и первенстве Омска по художественной гимнастике улыбались спортсменки все без исключения. Кстати, в этом году на первых в сезоне городских стартах на ковре Центра Олимпийской подготовки собрались около 150 юных расций, чтобы побороться за награды в индивидуальном зачете и групповых упражнениях. Это для нас главное событие. Мы проверяем свою новую программу, как мы можем. Мы представляем все, что новое, и мы просто проделываем. Мы долго готовились и надеялись показать лучшее, и старались не волноваться, чтобы выступить спокойно и хорошо. Для первых соревнований я считаю, что это неплохо. У меня еще лента сегодня, еще один вид, последний, завершающий. Мне нравятся все виды, но ближе мне, наверное, лента. Почему? Не знаю, она мне, наверное, лучше удается. Кстати, на этих соревнованиях за выступление с лентой Елена Куркина получила самые высокие оценки. Правда, по итогам четырех видов индивидуальной программы в число призеров на этот раз не попало. Но девушка не отчаивается. Сезон ведь только начинается, да и домой она отправилась не с пустыми руками. Серебряная медаль за групповые упражнения в копилке юной грации. Надо просто думать о хорошем, что это не последнее соревнование. Значит, на следующих соревнованиях надо сделать лучше. Как ты считаешь, в чем залог успеха? В уверенности в себе. А еще в настойчивости, выдержке терпений и трудолюбии. Художественная гимнастика не терпит лени, воспитывает в спортсменках стальной характер, но при этом позволяет девчонкам выплеснуть накопившиеся эмоции, иногда даже поплакать. Но все это за пределами ковра. Во время соревнований, несмотря ни на что, спортсменка просто обязана закончить свое выступление. Надо успокоить себя и поверить, что ты можешь лучше сделать. Если потеряешь, то можно отработать потом. Думать, что ты не хуже остальных и просто верить в себя. Поверили в себя и стали победительницами чемпионата и первенства города по индивидуальной программе среди спортсменок младших разрядов Екатерина Пантелеева и София Яковлева. Золотая медаль среди кандидатов мастера спорта досталась Дане Семиренко. Лучшей из мастеров стала Полина Ницветаева. По итогам групповых упражнений на высшую ступень пьедестала во всех категориях поднимались воспитанницы Центра олимпийской подготовки. В Тверской области завершились чемпионаты первенства России по бесснежным дисциплинам ездового спорта. Успешно на турнире выступили представители Федерации ездового спорта Омской области Андрей Секунцов и Эдуард Бухинский. Андрей стал чемпионом страны в дисциплине Канни Кросс, а Эдуард выиграл бронзовую награду в байк-джоринге. По итогам состязаний омские спортсмены и их питомцы получили приглашение в состав сборной России, которая уже в ноябре примет участие в чемпионате мира. Тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным определился со списком кандидатов на участие в ежегодной ноябрьской серии из шести матчей со сборными канадских юниорских лиг. Матчи пройдут в Канаде с 6 по 16 ноября, а уже 1 ноября на краткосрочный сбор в Новогорск прибудут 27 хоккеистов. Среди них и нападающий авангарда Артем Манукям, который в минувшую субботу в Череповце открыл счет своим голам в КХЛ. Лишь 23 игрока из этих 27 рано утром, 3 ноября, вылетят в Канаду. А уже за океаном по ходу турне состав команды будет пополняться российскими игроками из североамериканских лиг. Профессиональное сообщество ММА и тысячи болельщиков уже несколько дней обсуждают поединок мяча Александра Шлеменко с голландцем Гегордом Мусаси. Судьи отдали победу Мусаси, и это решение взбудоражило тех, кто наблюдал за противостоянием. Многие считают, что Александра засудили. А что думает об этом поединке сам Шлеменко? Об этом знаменитый Шторм рассказал в интервью нашей программе. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Саш, ну прежде всего вопрос о твоем здоровье. Мы знаем, что по ходу боя с Гегордом Мусаси ты сломал руку. Насколько серьезная травма, какие прогнозы на восстановление? Да, я сломал во втором раунде. Получается, сломал фалангу большого пальца левой кисти. И, ну, восстанавливаться не такой сложный перелом. Нету... Хорошо, что нету каких-то серьезных смещений и так далее. Ну, нормально. И думаю, восстановлюсь... Ну, я уже тренируюсь, потому что это мне не мешает. Просто я не нагружаю руку. А так планирую снять его, наверное, через три недели. Как вот ты, сломав руку во втором раунде, решился выйти на третий раунд? Все-таки здоровье дороже всего. Может быть, не надо было этого делать? Ну, если честно, опыт. Вот я как-то работал в Словении в 2007 году с обоими сломанными руками. У меня две руки было сломано. И у меня просто так, как, во-первых, когда ты дерешься, если честно, ты не чувствуешь какие-то... Ты просто чувствуешь, что у тебя рука играет. Я имею в виду, боли не чувствуешь. Ну, ты видишь, да, у тебя палец там болтается. Такие моменты ты прекрасно понимаешь, осознаешь. Ну, а что делать? У меня такой подход. Она уже сломана. Ну, а что теперь? Надо дальше продолжать работать. Если мы посмотрим на Мусаси, ему еще было хуже. У него вообще орбитальная кость была сломана. Ему еще хорошо повезло, что я туда не бил, что я не подлый человек. А если бы кто-то на другой на моем месте, они могли бы вообще ему... И он и глаз мог потерять. Перед поединком с Мусаси именно его букмекеры называли фаворитом, а тебя андердогом. На тебя это как-то давило психологически? Или, может быть, наоборот, это еще была дополнительная мотивация? В этом бою я столкнулся не то, чтобы я сталкивался с недооценкой соперника. Но здесь вот, к сожалению, столкнулся с переоценкой соперника даже. Почему? Потому что чуть-чуть, я считаю, был чуть-чуть сам не свой в первом раунде. Чуть-чуть допускал ошибки, где-то перестраховывался, где-то боялся рискнуть. Ко второму раунду я уже начал все лучше и лучше раскрываться. В третьем я вообще уже раскрылся. Если мы посмотрим, я уже и бросал Мусаси, и совершенно не дал ему ни бороться, ничего. Но, к сожалению, вот эта вот чуть-чуть переоценка, она вот повлияла так, что я поздновато чуть-чуть раскрылся. Но в целом я об этом не жалею, потому что я все равно считаю, что бой был выигран. Но если бы, к примеру, я думаю, чуть-чуть психологически был более расслаблен, то, в принципе, в первом раунде уже мог забирать каждый раунд. Прямой вопрос. Ты считаешь, что арбитры украли у тебя этот бой? Да, считаю. Да, я прекрасно понимаю, я не буду там говорить, что... Я прекрасно понимаю, что нужно выигрывать нокаутом. Но, опять же, не нужно забывать, что Мусаси очень сильный соперник. И вообще он в своей карьере проигрывал нокаутом только один раз. И его никогда не били. Вот так, как я с ним дрался, его никогда он не получал. Он очень-очень крепкий, очень сильный. Но я считаю, что я выиграл и сделал все для этого. Бой был, да, бой был близкий, но при этом перевес, он очевидный. И многие люди так же считают, как и я. И самое главное для меня, вот чисто тут тоже психологический такой момент, то, что все это видели, как зрители, американские зрители, освистали это решение. И их не обманешь. Ну, а как ты думаешь, в чем причина такого судейского вердикта? Это какая-то часть общей русофобии, которая сейчас царит на Западе, или дело в чем-то другом? Я думаю, здесь много причин. Они различные, здесь тяжело разбираться. Но сам факт остается, считай, такая большая массированная русофобия, которая идет, как никогда, наверное, сейчас, разворачивается. Это чем выражено? Первое, например, с чем я столкнулся сейчас, получить американскую визу очень тяжело стало. Все, наверное, это знают, да? И вот такие вот моменты. Я не думаю, что прямо это главная причина. Потому что все-таки такое происходит и с бойцами, и с других стран. Тоже бывают жесткие заслуживания. Просто последнее время, я думаю, это связано все-таки с недостаточной компетентностью судей. Потому что люди не совсем преданно, в первую очередь, и не совсем правильно выполняют свою работу. То есть, как это выражается? Вот устал человек. Представьте, он сидел, три часа идут бои. У меня главный бой вечер. Он же устал, надоело. Быстрее и уйти домой. И ему все равно, что он может сломать чью-то судьбу или еще что-то. Какая ему разница? Он выполнил всю работу, ушел. А как он ее выполнил? И самое что плохое, что повлиять-то на это никак нельзя. Ответственность-то никакой не несет, но это же очень серьезно. Сам Мусаси сразу после боя прямо в ринге сказал, что да, вердикт в суде не бесспорный. Значит ли это, что он готов к реваншу? Хочешь ли ты этого реванша? Я уже попросил у них, я уже попросил через соцсети и так далее. Потому что я готов выяснить. Я не хочу бегать там, кричать, вот меня обокрали, меня украли. Хорошо, я готов встретиться и опять показать свое преимущество в бою. Но, к сожалению, здесь я считаю, что вот именно Белатар и сам Мусаси вряд ли примут это. Почему? Потому что я слышал интервью Гегорда, где его спрашивали, где ему задавали на следующий день этот вопрос. В передаче у Ариэля Хальвани. И я посмотрел, что он не горит особо желанием встретиться со мной в реванше. И, как я думаю, он рассчитывал на легкий бой. Он рассчитывал, что он меня легко выиграет. Но он, наверное, получил самый сложный бой в своей карьере. И вряд ли он согласится, как я думаю, повторить еще такое. Учитывая вот такое несправедливое судейское решение, учитывая то, что тебя тогда пытались обвинить в том, что ты якобы употребляешь допинг. Ты, наверное, несколько раз еще подумаешь, да, перед тем, как заключать новый контракт с Белатаром. У тебя ведь всего один бой остался до истечения контракта. Сейчас я все-таки жду в первую очередь, чтобы стать свободным агентом. Почему? Потому что сейчас, когда я подписывал контракт в 2010 году, я почти был неизвестный в Америке. Сейчас я на совершенно другой уровне известности, популярности и так далее. И я буду рассматривать все. В первую очередь, это условия, отношения. Здесь все повлияет. Я не говорю, что я уйду из Белатара. Я не могу такое говорить. Потому что если Белатар мне предложит хорошие условия, если они мне предложат, к примеру, тот же реванш с Мусаси на других условиях, в пятираундовом бою и так далее, конечно же, я это приму с удовольствием. Ну а если они ничего хорошего мне не предложат, а другая организация какая-нибудь выйдет с более интересным для меня предложением, конечно же, я уйду. Большое спасибо за это интервью. Да, не за что. Завершился заключительный этап всероссийских соревнований по рейкбе. За награды, кроме амичей, боролись хозяева поля новокузнечане, а также команды Избийска и Новосибирска. Напомним, что в сентябре в Омске проходил третий этап чемпионата России. Тогда амичи выиграли серебро. На втором этапе в Новосибирске наши рогбисты были третьими, а в Бийске пятыми. В итоге, по результатам четырех этапов, омский Асгард выиграл бронзу. Индивидуальный приз, как лучший игрок команды на заключительном этапе, получил студент Себуф Владимир Новожилов. Акробатка Мария Чернова и ее партнер по дуэту Георгий Патарая стали чемпионами России. Ребята взяли золото в многоборье для смешанных пар. Представительный турнир проходил в польском городе Жешбуди. Серебро досталось белорусской паре, у которой очень внушительная разница с россиянами в целых 6 баллов. Бронзу завоевали британцы. Для тех, кто еще не знает, что это за вид спорта, сообщаем. Называется он флорболом, относится к хоккейному семейству. Правила с классическим видом схожи. Пять полевых игроков плюс вратарь. Периодов три, каждые по 20 минут. Есть булиты, таймауты и еще много чего хоккейного. Имеются ворота, клюшки, нету правда льда, тяжелые амуниции, коньков, да и вместо шайбы мячик. Естественно, и в Омске во флорбол играют уже достаточно давно, с середины 90-х годов. В городе у нас существует любительская флорбольная лига и детская флорбольная лига, в которой играют те спортсмены, которые увлекаются нашим видом спорта. У нас 18 команд играет в мужском чемпионате. И также порядка 25 команд играют в детском турнире. Популярен флорбол не только в городе, в районах Омской области в Неву тоже играют. Проводятся для сельских ребят и соревнования. На этой неделе команды из Марьяновки, Аконечникова, Азовского, Москаленского и Омского районов приняли участие в традиционном первенстве области. Как это все начиналось, зарождалось в районах. Именно мы провели показательные матчи в рамках. Это был праздник севера. Мы выезжали, и была спартакеда школьников, в Большей Речи мы выезжали. Проводили именно показательные выступления, какие-то мастер-классы, перевозили игроков в сборную Омской области, которые показывали какие-то определенные упражнения, проводили игры. Ну и вот постепенно, постепенно, сейчас нужно примерно в 10 районах Омской области играют команды. Для сельских парней этот вид спорта – неплохая альтернатива классическому хоккею. К примеру, ребята из команды Азовского района «Шторм» в холодное время года предпочитают гонять шайбу по льду. С наступлением весны меняют коньки на кроссовки, а хоккейные клюшки на флорбольные. Наш директор как-то, я уже не помню в каком году, наверное, в 13-м или в 12-м, привез мне клюшки для флорбола и сказал, вот, занимайся в межсезонье, потому что у нас даже нет круглогодичного. Вот сказал, занимайся, ну, в принципе, мне эта идея очень понравилась, потому что это же хоккей и флорбол во многом схожи. Это клюшка, это голова, вот, и мне понравилось, и сам участвовал в лиге, играл за команду. Вот, и рад, что пацаны заразились вот этой игрой, им нравится, в общем-то. Уже несколько лет ребята из команды «Шторг» принимают участие в традиционном первенстве Омской области по флорболу. В 2015-м азовчане были вторыми, а в прошлом году первыми. В этот раз до победы не хватило всего лишь несколько очков. Немножко недонастроились. Ребята по самоотдаче, вот, у меня есть претензии, ну, так и скажем. На что нужно обратить внимание по приезду домой? Ну, скорее всего, на защиту, потому что игроки проходят и бросают. Мы не успеваем, я не успеваю реагировать, и получается гол. На самом деле, вратарь азовской команды очень самокритичен, защищал свои владения юноша отважно, отразил немало бросков соперников, а по итогам турнира был признан лучшим вратарем. А вот больше всего проблем соперникам, по мнению судей, доставил нападающий марьяновской команды «Метеор» Александр Боровиков. Кстати, на протяжении всего турнира ребята играли неплохо. Не удалось одолеть лишь соперников из Азовского и Омского районов. Итог – почетное третье место. Только положительные эмоции, хороший опыт. Третье место тоже неплохо. Ну, вообще, как ты считаешь, что вам не хватило сегодня, над чем нужно будет поработать? Мне кажется, везения не хватило. Много штанг было, много бросков мимо, а так хорошо. У нас сильная команда, просто повезло от соперников. Не по боли случая, благодаря хорошей уверенной игре победителями третьего первенства Омской области по форболу стали ребята из Москаленского района. Лучшим защитником турнира был признан игрок этой же команды Юрий Лещинский. В том году у нас был сильный состав, в том году, и мы второе место заняли, проиграли. Проиграли Азова 2-0, и все, и они первые. А в этом году мы не ожидали даже такого, перебегали, получается, соперников. А так нас было всего шесть человек, считай, без замен играли. Поэтому было сложно. Возможно, это заключительные старты по форболу для сельских ребят в этом году. И за горами начала хоккейного сезона. А это значит, что совсем скоро пора будет вновь менять кроссовки на конки, клюшки флорбольные на хоккейный, ну и мяч на шалбок. В Омске определили победителей и призеров открытого турнира по волейболу среди любительских команд памяти Ивана Багнюка. Участниками финальных матчей стали 20 дружин. За медали боролись мужские и женские команды, а также команды ветеранов. В итоге у мужчин победу праздновали спортсмены из Омск Электро. У женщин сильнейшими признаны волейболистки команды ОМГТУ. У ветеранов первое место заняла команда ВЭЛ. 23 награды, 9 из которых золотые, а также 8 серебряных и 6 бронзовых завоевали омские пловцы на чемпионате Сибирского федерального округа по плаванию. Самый большой золотой запас сумел собрать мастер спорта Мартин Малютин. На его счету 4 золота. Кроме того, на счету Малютина серебро и бронза. Еще 2 серебряные медали наша четверка выиграла в эстафетах. 2 победы комплексным плаванием одержал Иван Павлов. Еще 2 омских золота на счету мастера спорта международного класса Рустама Гадилов. И это все, о чем мы успеваем рассказать сегодня. До встречи через неделю. Любите спорт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин